Про пешеходов, автомобили и дорожные знаки. Сегодня ученики третьих и четвертых классов будто побывали на настоящем экзамене по теории ПДД. Правда, отвечали они на все вопросы командами, а их ответы оценивало жюри. Как вы думаете, какое место поймёт? Первое! Уверены? Да! Такую викторину по правилам дорожного движения проводят в школе номер 17 впервые. Всего участвуют четыре команды. Знатоки, зебры и две под названием светофоры. Начался конкурс с представления домашнего задания. Ребята озвучили заранее заготовленные девизы. Наш три! Вы, он, этот дом простой! Разный зверь, наш дом все стой! Но не всё было так просто. Последующие шесть заданий представляли собой каверзные вопросы. С какого возраста можно идти учиться на права? Где по правилам должны ехать велосипедисты? И чьи сигналы приоритетнее – светофора или регулировщика? Кстати, именно такие вопросы встречаются и в учебниках автошкол. Для чего нужен валюток автомобильной аптечки? Для приема треугольника полностью сердца. Одним из заданий было объяснить дорожные знаки. У некоторых участников это вызвало определенные трудности. Например, не узнали белый треугольник в красном обрамлении – знак «Уступи дорогу». Зато практически все остальные называли правильно. Возможно, потому что им, как юным пешеходам, уступать дорогу пока и не нужно. Здесь можно сделать первую медицинскую помощь, а вот этот знак запрещает играть на дороге. Пока участники справлялись с очередным испытанием, мы поговорили с их болельщиками, а по совместительству и одноклассниками. Что юные пешеходы думают о дорогах страны и нашего города. Ты доволен ситуациями на наших дорогах? Ну, как объяснить? Дороги где-то корявые, где-то аварии бывают. В общем, так, ни хорошо, ни плохо. Меня волнует. Я в школе, ну, если такие, то дети сбивают машины, потому что водители не замечают детей. А сколько должно стоить обучение, чтобы хорошо научить водителей? Тысячи пятнадцать. А у нас хватает зебр, хватает светофоров, как ты думаешь? Ну, да. Нормально? Да. Во Владивостоке все хорошо? Да. Самый лучший город. К слову, викторину приурочили к летним каникулам. Учителя обеспокоены, что дети будут чаще бывать на улицах и, как следствие, на дорогах. А потому им нужно напомнить элементарные правила дорожного движения. На помощь наставникам пришло Краевое общество автовладельцев Приморья, которые и организовали эту викторину. Школу для такого мероприятия выбрали не случайно. Слышали, что в этой школе уже были случаи, дети, когда попадали в дорожно-транспортное происшествие. Цель нашей организации – это правовое просвещение граждан в области дорожного движения. Ну и, естественно, дети – это самое главное. Их жизнь и здоровье – это главные ценности. Победила в викторине команда «Знатоки», которые получили главный приз – настольную игру хоккей. Всем остальным участникам вручили спортивный инвентарь и другие развивающие игры. Самые сложные были вопросы. А самое легкое? Загадки. Мы приготовились дома, мы повторили все правила, и у нас вышла такая команда. Мы узнали один знак, который мы не знали, новые правила. Но, несмотря на веселую викторину и дружескую обстановку, организаторы просят обратить пристальное внимание родителей и детей на серьезные моменты. С начала 2017 года во Владивостоке уже зафиксировано 30 аварий, где получили травмы различной степени тяжести более 30 детей. Быть бдительными призывают и водителей. А в целях образования подобные дорожные викторины планируют сделать на регулярной основе во многих школах Владивостока. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.